Здравствуйте, дорогие друзья! Я Виктор Валентинович Александров, методист Калужского эколога-биологического центра. Сегодня мы с вами будем искать архивные данные о погоде за длительный исторический период. В прошлых встречах мы пользовались сайтами, в которых собраны самые свежие данные. Что если нам требуются данные о погоде за десятилетия, а то и за всё столетие? Такие данные в мировом научном сообществе активно обрабатываются, разные службы ими обмениваются. Наиболее полная подборка данных, которые я нашёл, имеются на американском сайте информации об окружающей среде. Национальный центр экологической информации раньше включался, был отдельный центр климатических данных, сейчас объединены в данную структуру. Переходим на сайт данной организации. Ну и нам полезны сервисы. И данные содержатся в такой группе сервисов Data Access. Выбираем. Давайте посмотрим, какие базы данных здесь имеются. Что, где, когда нам предлагают выбрать. Давайте показатели, что оставим, пока не заполнил. Всё, что есть. А где выберем свой регион? Можно вводить конкретные координаты, но можно и при помощи карты найти. Давайте всё-таки сначала оставим наш город. А вот есть Калуга, область. А какие-то уже координаты она показала. Известно, за какие сроки нам нужны даты. Тут по умолчанию предлагается одна строка. А если нам нужен диапазон, то ставим сложок Select. И ставим, например, за столетие. Чуть меньше, чем за столетие. Посмотрим. Например. И доступные для поиска данные. Есть сводные помесячные данные. Есть данные по годовые. Анализ поверхности. Тут ещё наиболее интересны нам исторические данные климатологии, ежедневные измерения. Желаю искать, исследовать данные. И имеются данные для нескольких метеостанций. У нас Алькс, Поздемецк, Малый Ярославец, Сухинича. Ну, понятно, что здесь попадают данные о пунктах, которые находятся в некотором, условно говоря, прямоугольнике. Поэтому тут и Вязьма есть, Нарафавинск, Орёл. Все города, которые непосредственно в Калужскую область не входят. И указана база данных. Вот есть база за период с 1798 года по 96-й и с 1936 до 2013. Ну, и некоторые другие базы. Ну, и смотрим, что для некоторых станций имеется несколько типов данных. Максимальная температура, минимальная, среднее, количество осадков. Ну, а для каких-то станций в конце Жиздера только количество осадков, но зато для длительный период. И Калуга тоже, а только количество осадков с 1942 года. Ну, давайте выберем данные, которые с температурой. Это, например, «Малый Ярославец». Выберем «Сухинича». Длительный период. Ну, и если нас интересует, например, Можайск уже в Калужской области не относится, поэтому, в общем, две эти станции. Теперь выбранные нами документы данные можно выгрузить при помощи вот этой кнопки. Формат вывода здесь предлагается CSV или PDF. Ну, конечно, мы оставляем CSV. Нажимаем «Добавить». Ещё раз проверяем, что нам нужно. Две метеостанции и нужный период. Так, можно ещё стандартная система мер. Ну, и давайте включим в таблицу название метеостанции и её положение. Нажимаем «Добавить заказ к карте». И если у нас один заказ, то перейти к соответствующей карте. Так, ну, здесь я сейчас не зашёл в свой адрес. Выбираем электронную почту и выбираем «Submit». Теперь на электронную почту приходит первое письмо о том, что заказ данных был подтверждён. «Детали заказа». Детали заказа. И через некоторое время, обычно достаточно быстро, приходит письмо уже с самими данными для скачивания. Письмо о том, что наш заказ укомплектован. Нажимаем «Загрузить файл». Скачиваем его в соответствующую папку. С форматом CSV скачался. Далее мы его можем открыть при помощи Microsoft Excel или любой другой электронной таблицы, установленной на компьютере. Можем точно так же переписать его на Google Диск. Если, например, у нас на компьютере, на ноутбуке нет соответствующей программы на приложение, то запускаем его на Google Диске. Открываем при помощи Google таблиц. и видим понятную систему обозначений, код станции, ее название, географические координаты, широта, долгота, дата, бора, и соответственно уже сами метеоданные. Температура средняя, ну и все другие температуры здесь указаны в градусах Фаренгейта, поэтому можно их пересчитать в градусы Цельсия вручную. Вот эта система заказа удобная, когда у нас несколько точек, несколько файлов. Но есть на сайте и прямые ссылки. Оказывается, тоже по ним можно соответствующий файл скачать. Также на что стоит обратить внимание, видите, даты здесь также легко автоматически разделить на поля год, месяц и день. Температуру можно перевести в градусы по Цельсию. Ну и проверить, за все ли месяцы и даты есть соответствующие значения или нет. Дорогие друзья, успехов вам в сборе информации и в её осмыслении применительно к вашей работе. Спасибо за внимание.